К нам пришел вопрос из Лондона. Мужчина спрашивает о том, что он живет один, и так случилось, что он пошел в дом разврата, там, где женщины продают свою любовь за деньги, и одну из таких женщин он полюбил. И теперь он спрашивает, как сделать так, чтобы эту женщину вытащить из этого дома разврата, эту блудницу. Но он не хочет еще раз туда ходить, с ней встречаться, может быть, сказать ей, что давай встретимся где-то на улице и пообщаемся. Она моложе на 15 лет. Я хочу сказать, что это очень хорошее дело, вытаскивать людей из пропасти погибельной, из наркомании, из алкоголизма, из блуда. Но на это надо очень много сил. И, как правило, я знаю, что даже близкие люди, родители, и то не берутся за это дело. Вот сколько есть людей, болящих, страдающих, обращаются, и от алкоголизма, и от наркомании, даже психически больные люди, тяжело болеющие, кричащие, плачущие. И много лет, и когда родителям говоришь, что надо же за них молиться, а для того, чтобы молиться, надо очищать свою душу и сердце в таинстве исповеди и причащаться телу крови Христовой, тогда будет сила молиться. А родители не могут это сделать или не хотят. Потому что легче засунуть в рот сыну таблетку, купить таблетку и уповать на то, что эта таблетка поможет, чем молиться. Они не хотят брать на себе этот труд, потому что это очень тяжело. Надо исправить всю свою жизнь. Нельзя молиться только одними устами, надо переоценить всю свою жизнь, переосмыслить, изменить отношение к Богу, к своей жизни, к себе, к людям. Те принципы жизни, по которым ты жил, выкинуть на помойку и жить по другим принципам. Они называются заповеди Божии. Это изменение всей твоей жизни, чтобы вымолить своего ребенка. Родители редко берут на себя такой труд, но берут и вымаливают. Те, которые берут такой труд на себя, это получается. А если человек неродной, особенно матери, потому что материнская любовь очень высока. И эту любовь Господь на нее презирает, то есть обращает внимание и помогает. Матерям, отцам, которые молятся за детей своих. Ну и всем, кто молится за близких. А вот если мы берем другого человека, который не является нам родным, как вот эта вот женщина-проститутка, за которую вы хотите молиться, вымолить и вывести из вот этой погибели, вам будет гораздо сложнее. Потому что мать привязана к детям своим кровными узами, а вы не привязаны к этой женщине. И будет много очень-очень трудностей. Первая трудность, главное, то, что женщина привыкла к разврату, что у нее уже нету присущей женщинам и мужчинам природной стыдливости, целомудрия. Потерянное целомудрие восстановить очень тяжело. И что она будет понимать, что легко вступать в блуд с другими мужчинами, и что на это можно даже зарабатывать, использовать мужчин для обогащения. Уже много в душе ее горечи, очень много разочарования, очень много ненависти к мужчинам, потому что ее используют постоянно. Часто жестоко используют. И никому не нравится, когда его используют. В общем, этот человек очень израненный, очень душевно больной. И тем более она нуждается в помощи. Но это будет очень тяжело, я сразу говорю. Надо быть действительно молитвенником, праведником. Хотя, с другой стороны, здесь много будет помощи Божией, потому что Господь ищет заблудших овчат, ищет спасения заблудшему, заблуждающему. И еще потому, что такие женщины, они ценят внимание, любовь к мужчине. Но, конечно, будут срывы обязательно. С грехами так просто побороться. Надо кровь проливать духовную и пот. Ну и вторая трудность – это разница в возрасте. Потому что, если 15-20 лет, это уже два разных поколения. Жившие в разном мире, воспитывавшиеся на разной музыке, на разных стихах, на разных ценностях. Все разное. И очень часто бывает так, что трудно найти в человеке, который сильно отличается от тебя по возрасту, собеседника, динамышленника. Просто этот человек не понимает твоих интересов, то, что ты любишь, что твои никакие не музыкальные, не литературные вкусы, а то, что нравится этому человеку, не нравится тебе. Но это все преодолевается с помощью Божьей. И если есть храм, если есть исповеди, причастие, есть молитва, то вы должны оценить все эти трудности. Это дело благородное, это дело очень боговодное, но очень многотрудное. Если вы захотите все-таки спасать эту женщину, конечно, не надо идти в этот дом разврата, встречайтесь с ней где-то на улице, в кафе, в парке, гуляйте, общайтесь, рассказывайте о Боге и старайтесь вывести. Еще хочу в заключение сказать, что великие святые в православной церкви были блудницами. Это Мария Магдалина, преподобная Мария Египетская. Не просто становились святыми, а великими святыми, величайшими. Тех, которых церковь очень чтит. Мария Египетская посвящена целый день в богослуженной практике Великого Поста в православной церкви. Она была очень лютой блудницей. Поэтому все возможно с Божьей помощью. Помоги вам Господи.